Бег состоится при любой погоде. За 86 лет, которые в Саранске проводится городская легкоатлетическая эстафета, ее не отменяли никогда, даже в тяжелые военные годы. Лишь однажды был сделан перерыв в год пандемии коронавируса, по сравнению с которым сегодняшний майский ливень совсем не выглядел серьезной причиной для переноса соревнований. Легкоатлетика без даджа, как правило, не бывает. Я думаю, что еще накал борьбы будет еще сильнее, потому что здесь нужно провести характер еще плюс ко всему, не только подготовку. Поэтому я думаю, что результат сегодня будет гораздо выше, чем в хорошей погоде, потому что все ребята соберутся и покажут высокий результат. Городская легкоатлетическая эстафета по традиции посвящена Дню Победы. Поэтому начинается всегда одинаково. С возложения цветов к памятнику воинам Мордовии, павшим в Великой Отечественной войне, и с минуты молчания. А потом шумная толпа участников спешит разойтись по своим этапам. Их в эстафете 14, 6 женских и 8 мужских. По традиции беговыми дорожками стали улицы города. Советская, Ботевградская, Старопосадская, Республиканская, Московская и Рабочая. Бегут команды вузов, СУЗов, коллектива физкультуры, школы беговых клубов. Первый этап – самый длинный и самый сложный. Обычно команды выставляют на него лучших бегунов. Но и самые почетные. Здесь в каждой категории разыгрываются специальные призы. Евгения Маскинского, Клавдии Маючей, Татьяны Бибиной, Александра Люблина и другие. Противостояние сильнейших бегунов в этом году, как, впрочем, и много раз до этого, выиграл представитель команды МГУ имени Огарева Николай Горин. В этой эстафете он принимает участие с 2013 года и не пропускает эти старты, потому что лишняя соревновательная практика перед новым сезоном не помешает. Все старты в основном в начале лета начинаются. Там, в принципе, стартов полно в этом году. Вся подготовка идет на начало июля. Команда у нас, в принципе, ровненькая, сильная. Я думаю, сейчас мы отработаем нормально. Метров 200 привезем. Я думаю, достаточно будет. Спортивное чутье Николая Горина не подвело. Его товарищи по команде за последующие этапы как раз оторвались от предследователей примерно на 200 метров. И огаревцы финишировали в гордом одиночестве. В очередной раз обойдя в принципиальном соперничестве Мордовский педуниверситет. С этого года в эстафете, похоже, наметилось и еще одно принципиальное противостояние между любительскими беговыми клубами «Бегущие лисы» и «Саранскран». В этом году быстрее своих соперников оказались лисы. Только вчера отрабатывали эстафету на тренировке. В принципе, каждый. Ну, конечно, у нас есть клубные тренировки. Мы их все пущаем клубом. Готовим, готовились. Бегали отрезки короткие. Сложнее бежать или палочку передать не урань. С такой погодой, конечно, чтобы она не выскользнула, было трудно вот эту передачу осуществлять. Но так, конечно, бежать сложнее. Среди команд городских школ лучшими стали представители 27-й школы. В противостоянии коллективов среднего профессионального образования первыми финишировали легкоатлеты СПО, МГПУ и МНИФСЕВИВА. Команда СШОР по зимним видам спорта выиграла забег среди коллективов физической культуры. Легкоатлеты Лямберского района показали лучший результат среди районных сборных.